Перед вами выступал Ирина Овсянникова, магический реквизит Дмитрий Александров И Игорь Белый, автор и режиссер этой истории Ой, ой, что-то Не конец, не конец Ты что, настоящий? Это Дед Мороз Да не может быть такого А кто же по вашему счету? Настоящий Дед Мороз Настоящий, настоящий, из города Великий Удюг Здравствуйте, Дед Мороз Здравствуй, Маня Здравствуй, Дед Мороз Шел я мимо и понравилась мне твоя история Уж так понравилась, но на только не все же мы увидели Конечно, не все же Поскольку я-то настоящий волшебник Хочу сделать тебе один маленький, но очень полезный подарок Какой же? Есть? Безнание Дед Мороз такими мелочами не занимается Есть у меня один друг в далеком Китае живет на горе Пэнлай И подарил он мне машину времени Но, правда, она, как и все оттуда, одноразовая Но на один маленький раз хватит Хотел бы я посмотреть, а что было бы, если бы ты разбудил рыбака Ну что, ребята, попробуем? Да! Никогда такого не было, чтобы будили рыбака Никогда не было Но сегодня Новый Год И сегодня возможны чудеса А у меня на земле летло Не важно Сегодня новогодний показ К нам пришел Дед Мороз И сам попросил сделать такое чудо Ну что же Тогда... Давайте попробуем все сделать наоборот А машинка одноразовая Машинка одноразовая Хватит ее только на один раз Маня вернулся в прошлое Он снова стоял на берегу речки Где-то рядом молдыхался карась Леска с колокольчиками уходила в темную палатку, которая стояла на берегу Маня аккуратно взял леску и сильно ее потряс Колокольчики залились веселым звоном Из палатки выскочил заспанный рыбак И бросился к сетям Ага, ну наконец-то я тебя поймал Рыбак посадил карася в питопленный садок И только тут заметил Маню Ой, ну спасибо тебе, ребенок Не поверишь, два года за ним гонялся Ой, вот за то, что ты мне помог его поймать Я тебе расскажу свою рыбацкую мудрость Рыбу лови и сачком, и крючком Мухой приманивай и червячком Можешь ловить два полгода в году Можешь зимой сделать прорубь во льду Можешь ловить в океане и в море Но не лови в пересохшем пруду И тут рыбак заметил, что в садке его большая дыра, а внутри никого нет Ох ты, черт полосатый Опять сбежал Ну как? Ваня засмеялся, помахал рукой незадачливому рыбаку и отправился дальше Только теперь он с удивлением заметил, как много звуков его окружает Щебетали ночные птицы В травах шумел ветер, а невидимая речка рядом шуршала и булькала Как здесь красиво и интересно, подумал Ваня Как здорово, что я понимаю язык животных и птиц Жалко, что некоторые так не умеют Это ведь так просто понимать Надо всего лишь прислушаться и услышать Но это вы уже слышали Спасибо! Спасибо! Раз уж зашел Дед Мороз Без подарков он не оставит Подходите по одному Подходите по одному